Лето осталось позади. Не за горами время холодов. Совсем скоро уже будет востребовано отопление. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании, посвященном готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов, ЖККК отметил, что на мероприятие по обеспечению работы всех систем жизнеобеспечения выделено около 4,6 млрд рублей, что больше, чем в минувшем году. Главное – сделать все необходимое, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство региона к 1 октября было полностью готово к зиме. Для того, чтобы оценить степень готовности шести районов Краснодарского края, в нашем городе прошло заседание Межведомственной комиссии по координации подготовки ЖККК и социальной сферы края к осенне-зимнему периоду. Перед заседанием Межведомственной комиссии министр топливоэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Александр Волошин с главой Славянского района Романом Синеговским побывали в хуторе Прикубанском Анастасиевского сельского поселения, где познакомились с ходом строительства новой газовой блочно-модульной котельной вместо изношенной жидкотопливной. Такая котельная действительно нужна здесь, как воздух. В этом году ведется монтаж, как вы уже видите, и пусконаладка блочной котельной, которая позволит обеспечить теплом два объекта. Это сельский клуб хутора Прикубанского и общеобразовательную школу номер 22. Спасибо огромное за то, что даже на таком маленьком хуторе идут такие большие изменения, и спасибо большое за будущее тепло. В рамках визита были осмотрены несколько объектов жилищно-коммунального комплекса Славянского района. Итоги подвели на заседание межведомственной комиссии. Открывая встречу, министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Александр Волошин поблагодарил за проведенную в межотопительный период большую работу энергетиков, газовые службы и предприятия теплового комплекса. Планы, которые были приняты в муниципалитетах, исполняются. Затем межведомственная комиссия заслушала отчеты о готовности к отопительному сезону представителей руководства Крымского, Приморско-Ахтарского, Белореченского, Обширонского, Темрюкского и Славянского районов. Готовность теплоэнергетического комплекса нашего района оценивается как высокая. Помимо двух строящихся газовых котельных, в нашем районе особое внимание было уделено подготовке всех котельных к зиме. В ходе работы комиссии прозвучало немало вопросов тем, кто выступал с отчетами. Министр предъявлял ко всем самые высокие требования, потому что времени осталось мало. Нужно срочно устранить все недоработки. Все выступающие заверили, что объекты жилищно-коммунального хозяйства их районов к 1 октября будут готовы. Александр Волошин потребовал, чтобы за оставшиеся три недели все замечания были устранены, а те муниципалитеты, которые имеют задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за газ и электроэнергию, должны в этом месяце ее погасить. Теперь, что касается подготовки к зиме в целом, времени почти уже не осталось. Первое число не загорало. Поэтому обращаю внимание, в этот короткий период подтянуть все хвосты. Подготовка к зиме вышла на финишную прямую. Ответственность очень высокая. Министр попросил руководства муниципальных образований держать ситуацию на постоянном контроле. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».